Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Добрый день! Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня у нас в гостях Лана Данилова, известный инстаграм-блогер. У неё есть почти 750 тысяч подписчиков. Её курсы и челленджи прошли уже более 22 тысяч человек. Она уже давно ведёт свой фитнес-блог, и мы пригласили её, чтобы поговорить, как это вести, такой большой инстаграм, как она пришла к этому и с какими проблемами столкнулась. Здравствуйте, Лана! Добрый день! Всем безумно рада быть здесь. У меня первый вопрос. Каково это ощущать, что у вас в подписчиках почти миллион человек? Ну, на самом деле, иногда, чтобы действительно ощутить это количество людей, мне нужно в гугл забить, как выглядит там 750 тысяч подписчиков или 1 миллион человек на стадионе. И когда я вижу это количество людей, у меня просто мурашки по всему телу. На самом деле, количество подписчиков не так важно, как количество тех людей, которым я действительно чем-то помогла. С чего всё началось? Как вы пришли вот именно к созданию фитнес-блога? Мой путь в мир фитнеса начался уже очень давно, когда я ещё жила в России, в Тюмени. Я очень любила фитнес. Я уже тогда получила сертификат тренера. Я сама работала в офисе и иногда в свободное время преподавала тренировки в фитнес-клубе. Но, к сожалению, я не могла уйти туда на полноценный рабочий день, потому что тренировки очень низко оплачивались. У меня были кредиты на шубу и на телефон. И это всё покрыть, к сожалению, не могло. Как бы мечта так и оставалась мечтой. Пока я, конечно же, не переехала в Австралию и не начала жизнь с нуля. Именно начать делать то, о чём я всегда мечтала. Что касается создания блога, то это был какой-то более естественный процесс. Я начала выкладывать какие-то тренировки, упражнения. Люди стали замечать и интересоваться. «Может быть, ты подскажешь, как мне сделать здесь, тут, как мне похудеть, убрать лишние килограммчики». И тогда уже я поняла, что, наверное, мой следующий шаг будет как раз-таки развивать свой проект, чтобы помогать людям. И вот я начала собирать команду, с которой я до сих пор работаю. У нас уже столько лет совместных проектов, челленджей и так далее. И мы вместе вот начали этот прекрасный путь. А сколько человек в команде? Количество всегда меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то работает на аутсурсе, кто-то работает в офисе. Ну, от 5 до 11 человек. Вау! Это наше второе интервью. Первое мы записывали во время коронавируса. Вы рассказывали, как происходит трансформация вашего блога. И мне кажется, вот именно в коронавирус ваш блог не только не снизил охваты, но и вырос. Да, 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 да. Именно в те моменты, когда люди сидели все дома, и у них у многих были депрессии, стрессы. А тренировки, они же как раз-таки дают эти гормоны радости, кайфа, дофамины, окситоцины. И люди понимают, что это один из способов, чтобы выйти из этого состояния. И никуда ходить нельзя было. Как раз-таки мои тренировки были спасением. То есть я тогда в своем гараже, в своей фитнес-студии просто с утра до вечера записывала новые программы, которые стали просто там взрывом везде. У вас в блоге очень много рецептов и очень много сладкого. Что потом происходит с той едой, которую вы показываете? Вы ее сами кушаете. Это же очень много. На начальном этапе, когда я развивала свой блог, я действительно готовила все сама и кушала это вместе со своим мужем. Но потом, вот как ты, Виктория, уже и заметила, что еды получается очень много. И так как рецептов было так же много на неделе, я понимаю, что если мы будем есть все это целыми днями, то, скорее всего, мы не будем так прекрасно выглядеть. И потом уже я начала делегировать эту работу. То есть у меня появились помощницы, которые начали уже помогать мне и готовить, и есть эту еду. А помощники живут в Австралии? Да, да, да. Девочки у меня как раз все были из Австралии. В первом интервью я задавала уже этот вопрос, но вдруг у нас кто-то не слушал. Псевдоним Света Ракета. Он откуда взялся? Ага. Ну, этот псевдоним сейчас, на самом деле, уже мое второе имя. Вот для меня, вот когда мне там Света Ракета, Света Ракета, для меня я уже нормально к этому отношусь. И даже бабушки и дедушки, с которыми я волонтер и в домах престарелых, и в школах для пожилых, они меня даже, не знаю, мой инстаграм называют тоже Рокет, Покет Рокет, просто так. И также даже в институте, когда я училась на фитнес-тренера, тоже все одногруппники, не знаю, моего инстаграма, называли меня тоже или Рокет, или Покет Рокет, потому что я была такая маленькая, шустрая, все время на энергии, все успевала, добивалась все время каких-то своих целей. Ну, вот как-то так это все было. Мне нравится, мне это подходит. Но самое первое, когда зародилось это имя, это было как раз-таки в Тюмени, когда я работала в офисе, и моя бухгалтер Марина Бабкина, как помню сейчас, когда она звала меня получать аванс, и я все время неслась, как ракета. Яна Ох, Света Ракета. И вот так вот это, в таком смешной манере, и появилось это имя, и оно мне так понравилось, и все, я его забрала. Ну, а сейчас оно уже приобрело другие какие-то окраски, и я также называю всех своих участниц своего проекта ракетами, потому что они также все стремятся к своим целям, у каждой своя скорость, своя траектория, но они все такие же энергичные, целеустремленные, и я их обожаю. Они тоже все мои ракеты. Вот мне еще интересен вопрос. У вас в блоге часто бывают такие before-after, да, фотографии, когда девушка пришла, какая была, и какая стала, и они, ну, такие достаточно откровенные в нижнем белье. То есть это одно из условий прохождения, или они всегда очень счастливы вам передать эти файлы? У нас это все добровольно происходит. То есть мы всегда говорим, что нужно быть в одной и той же одежде, желательно до и после, чтобы увидеть какие-то драматические изменения, чтобы свет был один и тот же одежда, одна и то же. И очень часто у них бывает, что они вот сделали это до, в своем нижнем белье, ну, и потом и после приходится делать. Как бы, конечно, мы не выбираем такие фотографии, они сами присылают, и только с их разрешения мы что-то публикуем. Здорово. А сколько, есть у вас цифры, сколько людей уже прошло в вашем курсе? Конечно, на данный момент 22 тысячи. 22 тысячи, вау! Это просто невероятно. И у меня еще такой вопрос. Вы живете в Сиднее, да, вы же наверняка встречаете своих поклонников. Как часто и как это происходит? Ну, на самом деле, не так часто, как, допустим, когда я летаю домой в Россию, там я каждый день встречаю кого-нибудь. Ну, здесь тоже бывает, это приятно, это очень приятно всегда, потому что, мне кажется, у меня все мои и подписчики, и участницы, они все настолько открытые, искренние, приятные люди. У меня такое чувство, что я вот именно притягиваю таких же людей, как и я. И поэтому, блин, я их всех обожаю, и всегда рада увидеть, обнять, и мне приятно это внимание. Супер! Давайте поговорим про вашу волонтерскую работу. На самом деле я получаю от них как раз-таки энергию и силы, и вдохновение. После даже одного часа проведения вот с пожилыми, там, когда я провожу тренировку, я чувствую настолько наполненность, и отдачу от них, я ни от кого такого не ощущаю, как от них, потому что у них такой огромный опыт, они столько всего пережили, они постоянно делятся чем-то, ты все время от них что-то узнаешь, также ты учишься терпению, толерантности, то есть там столько много плюсов. И у меня, когда бывают перерывы, потому что у меня по семестрам, то есть я делаю эту работу, я скучаю по ним, я не могу, я прям жду уже, когда, когда я их увижу. И все, и когда эта встреча происходит, у меня прям все, у меня сердце прям наполняется любовью, я их обожаю всем сердцем, их отдачей, когда я вижу их изменения, там, у людей с деменцией, там, ко мне жена подходит к твоему мужу и говорит, ты знаешь, он никогда ни с кем вообще вот не общался и еще не обнимался, как с тобой. Я не понимаю, вот мы просто, мы тебя так любим, там обнимают меня, мне хочется рыдать, вот даже сейчас вспоминаю это. Это очень-очень такие важные моменты, и волонтерство наполняет мою жизнь еще большим смыслом. Спасибо, что поделились. Давайте поговорим про Инстаграм. Как вы считаете, смогли бы ли вы ввести такой большой аккаунт, одна, в одиночку, без команды? Нет, точно нет, сразу же нет, потому что это занимает очень много энергии, времени. Здесь нужны разные эксперты, то есть одного человека для этого будет недостаточно. Я очень хороша в фитнесе, я очень хороша в придумывании там какого-то контента, но у меня есть слабая сторона, я не знаю ничего о таргете, я не знаю ничего об алгоритмах, о продажах так хорошо, как люди, которые специально в этом обучались уже, у которых есть какой-то опыт. И поэтому я делаю то, что у меня хорошо получается, а они делают то, что у них хорошо получается. Именно только так я смогла создать вот такую стабильную, большую компанию, которая работает и процветает. То есть одной – это сделать нереально. Либо это будет забирать весь ресурс, и тогда желание что-то продолжать будет всё время уменьшаться, уменьшаться. Многие, кто не ведёт Инстаграм, ну вот так серьёзно, они не понимают, что за ведением большого блога стоят ещё и большие расходы, потому что это не только доход, но когда у вас столько подписчиков, у вас так или иначе есть органические отписки, которые нужно покрывать, и делать так, что блок рос, и мы знаем, что цена за подписчиков растёт с каждым годом. Если не секрет, сколько сейчас ежемесячно у вас уходит на расходы? К сожалению, об этой вот цифре я не знаю. У нас есть какой-то бюджет, но он всё время меняется, так же, как и все алгоритмы Инстаграма. То есть то, что работало неделю назад, через неделю не будет работать. Это постоянная работа, это статистика, это вот прям нон-стоп, то есть сидят люди и контролируют все эти процессы. Вот сейчас раньше так всё можно было настроить таргет, сейчас уже нельзя. То есть это какой-то такой прям технологический, ювелирный процесс, который они отслеживают. И то есть сумма бюджета также исходит от того, сколько мы зарабатываем, сколько получилось и так далее. То есть какую сумму мы можем внести, какую не можем. Но сейчас как привлекаете трафик? В первую очередь это рилсы или закупка рекламы? В данный момент мы больше развиваемся в ВКонтакте и в Телеграме. Да? Да. То есть вы Инстаграм, он у вас органически просто растёт? Да. То есть у нас сейчас вот следующий план, как раз-таки заниматься контент-планом для Инстаграма. И мне нужны будут выработал и рилсмейкеры, и фотографы и так далее. То есть у меня будет прям такая полноценная ещё одна работа. А что лучше сейчас растёт, Телеграм или ВКонтакте? ВКонтакте, конечно. Сколько у вас ВКонтакте? В ВКонтакте уже более миллиона подписчиков. Да, там больше аудитория, и там ВКонтакте сам по себе очень хорошо развивается. То есть там много разных фишечек классных. А из какой соцсети больше покупают? ВКонтакте. Да? Я заметила в последнее время, что многие блогеры ведут трафик в Телеграм. У вас тоже такая же стратегия? К сожалению, я вот по этим всем темам, трафик и так далее. Вот у меня есть команда, которая доверяет на 100%, и вот они этим занимаются. То есть они мне там говорят какой-то отчёт, что, как, через определённое время. А вот головой я в это не погружаюсь, потому что у меня столько много задач. Если я ещё буду думать о каком-то трафике, то есть я просто сойду с ума, наверное. Понятно. А какие задачи нельзя никогда делегировать? То есть понятно, что создание контента, а ещё что? Вопросы-ответы. У меня есть рубрика «Вопрос-ответ». То есть никто никогда не ответит на вопросы так, как делаю я. В принципе, этого никто не сможет сделать. И всё. Это мои знания, мой опыт, моя экспертность. В принципе, да. Я думаю, вот одно из таких. Лана, последний вопрос. Сколько времени у вас уходит на эту работу? Я бы сказала 24 на 7, если я себя не контролирую. То есть это процесс, который может никогда не закончиться. Можно вот с утра сесть и начать работать, и редактировать, что-то записывать, отвечать в директ бесконечно. То есть это может вообще не закончиться. Здесь уже нужно делать самой какие-то лимиты устанавливать. Так, всё, у меня сейчас рабочий день, такой же, как и в офисе. Пока муж с работы не пришёл, так, до 6 часов я работаю, потом всё, я отключаюсь. В выходные я не захожу, я ничего не отвечаю. Это вообще бесконечно. Можно работать, ну, когда у тебя свой бизнес. Поэтому вот у меня есть такие чёткие лимиты, которые я сама себе устанавливаю, чтобы не работать. По голосу чувствуется, что это любимая работа. Конечно, работая, я делаю то, чем я всегда мечтала заниматься. И я, в принципе, обожаю свой проект. Я могу о нём говорить часами. Вот сейчас мы выключим микрофон, и если ты меня что-то спросишь, то мы ещё на часа два посидим и поболтаем. Потому что я вот готова больше про фитнес и про питание, а вот именно про Инстаграм, алгоритмы, таргет, вот я немного далека от этого. Прости, Виктория. Хорошо, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была Лана Данилова. Многие знают её как крупного блогера в Инстаграм. У неё есть почти 750 тысяч подписчиков. И её курсы и челленджи прошли уже более 22 тысяч человек. Спасибо, Лана. Спасибо большое, Виктория. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. СБС Рашин в Фейсбуке.